Приветствую вас на нашем канале GameRig, музей выставки моделей из кубиков Лего. Сегодня я расскажу вам об одной своей самоделке. Самоделка была построена для нашего музея, с нами экспозиция. Это модель, я думаю, угадали, что это такое, это Адмиралтейство. Если вы смотрели ролики, где мы учились строить здания, вы, наверное, помните, что я говорил, что существует два варианта постройки зданий, моделей или еще чего-либо. Первый вариант – строим из того, что есть, соответственно, как-то подгоняем под это дело, подгоняем модель под наши детали, которые имеются в наличии. И второй вариант – заказываем детали специально для модели. То есть, делаем то, что хотим, и под это дело уже заказываем детальки. Так вот, Адмиралтейство – одна из немногих моих работ, под которые я специально заказывал детали. Изначально я делал это, ну, такие наброски в ЛДД. Там не полностью здание, было частично фасад. Хотел посмотреть, как это все будет выглядеть со стороны. И потом уже под это дело заказывал детальки. Давайте посмотрим модельку поближе. Итак, вот моя модель. Она с трудом помещается в объектив камер, либо она снимает совсем издалека, ну, тогда полной комнаты будет в кадре, либо вот так кусочками. Модель весьма прочная. Если посмотрите, сделана из кубиков. Все очень прочно держится. Она уже пережила несколько переездов. Когда я строил эту модельку, я распечатал изображение Адмиралтейства и рассчитывал масштаб по изображению. То есть, это построено практически полностью в масштабе. Может, даже полностью, там, небольшие погрешности. Отталкивался я от размера вот этих колонн, взял колонны за основу, за единицу нашего масштаба, и уже на основе этих колонн строил все остальное здание. Если помните, я также в своих уроках говорил, что, как правило, в основе любой самоделки лежит какой-то элемент самоделки или работы, неважно. То есть, любая работа с чего-то начинается. Мое то здание начиналось с балкона, Адмиралтейство начиналось вот с этой колоннады. Данное еще у нас снимается, чтобы можно было перевозить. Вот, как вы видите, количество колонн полностью соответствует оригиналу. Все очень аккуратно сделано, чтобы можно было поставить. Отдельная проблема была этот купол и шпиль. С куполом я еще более-менее разобрался, сделал так, что он мне даже нравится. Не идеально, конечно, но нравится. Шпиль, ну, это вот единственный вариант, который можно было сделать, поскольку деталей в таком цвете очень мало существует, видов. Ну, вот так я его сделал, он мне не очень нравится, но вот такой вот шпиль. Делать нечего, будет таким вот. Все это обратно мы ставим. Также из интересных моментов отстроена арка вот таким образом. Используются обычные пластинки 2х1. Здесь небольшие такие, назовем их украшениями. Интересно построена стена. Стена, она стоит сбоку и крепится буквально тут. Она очень легко снимается. И вот такая вот стена. На пластинках крепится вот на этих пинах сверху, снизу. Здесь также используется соотношение сторон 6 к 5. Здесь в дальнейшем планирую поставить мини-фигурки белые, которые будут держать глобусы. Пока я их не нашел. Здесь тоже в оригинале стоят статуи. Как вариант сделать статуи-кубки из коллекционных мини-фигурок. Но такого количества у меня их нет. И я не думаю, что имеет смысл их заказывать мне. Задняя часть простая. Задняя часть, ничего такого интересного нет. Просто из кубиков построено. По идее, здесь еще должны быть как минимум крыло с одной и с другой стороны, чтобы это более натурально смотрелось. Но это в будущих планах. Я думаю, позже я это сделаю. Там ничего такого особенного нет. Просто надо детали приобрести и сделать. Сейчас детальки приобретать становится все дороже и дороже. Вот мы посмотрели с вами эту модель. Мне она очень нравится. Не все свои самоделки мне нравятся, но это мне понравилось. Можно сказать, первая моя моделька, под которую я специально заказывал детальки и сделал все, что я хотел в ней сделать. Не всегда так удается. Далеко не всегда. Так что к зимнему дворцу, к орбитажу теперь у нас есть Адмиралтейство в городе. Оно займет свое место буквально на днях. И вы сможете в любое время прийти и полюбоваться данной моделью. В данной модели использовано не очень много всяких таких сложных решений. Довольно все... Ну, относительно, конечно, просто. Нет, не все просто. Кормить используем смещение постоянно на полкубика, причем по двум измерениям. Если у вас будут какие-то вопросы, обращайтесь, ставьте в комментарии. Можете просто прийти в музей пообщаться. Я думаю, что на этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал, следите за нашими новостями. Я буду постепенно выкладывать все свои работы к обычным обзорам. Всем вам хороших самоделок, всем вам много-много лего, здоровья, счастья, успехов, фантазии бесконечной, безграничной. Все, всем до новых встреч. Счастливо, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok